17 февраля ежегодно мы отмечаем день российских студенческих отрядов. Мне сегодня светло и радостно, потому что мне ребята напомнят мою студенческую молодость. Итак, сегодня Светлана Григорьевна Донковская, начальник отдела досуговых программ организации отдыха и занятостей и молодежи Департамента молодежной политики и туризма нашего округа. Андрей Александрович Нестеров, директор государственного автономного учреждения молодежный центр технологии и занятости. Евгений Борисович Стрижак, замначальника отдела организации мероприятий молодежный центр технологии и занятости. Для начала я хотела бы сказать о том, что, еще раз повторюсь, повод нашей встречи это 17 февраля, государственный праздник, день российских студенческих отрядов. Хочу сказать о том, что студенческое движение зародилось в 1959 году. В следующем году мы будем отмечать юбилей трудового движения студентов нашей страны. Это когда 339 человек добровольцев физического факультета МГУ имени Ломоносова направились на целину в Казахстан. Рассветом студенческих отрядов можно считать 70-80-е годы, когда были построены такие крупные объекты, как и всем известные БАМ, Волжская ГЭС, магистраль Добольс-Тюмень. И сейчас наши бойцы уже в наше время принимают активное участие в строительстве таких объектов, как спортивных объектов в Сочи. В 2017 году наши ямальские студенты работали на объектах северного широтного хода. В 2012 году на территории автономного округа было создано Ямальское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Я являюсь председателем правления этой региональной организации. Евгений Борисович Трежак – руководитель, командир Ямальского регионального отделения. В 2017 году нашими силами было создано три собственных ямальских отряда. Это наши студенты среднеспециальных учебных заведений. И целину, это мы так называем летний трудовой семестр, отработало 44 человека. И в частности 20 человек как раз работали на объекте северный широтный ход. Вот. Какой мне хочется сделать акцент? Мы, конечно, настраиваем наших студентов. Боец студенческого отряда – это молодой человек в возрасте от 18 лет. Мы с вами знаем, что на территории автономного округа отсутствуют высшие учебные заведения. И, конечно, наша категория – это как раз студенты среднеспециальных учебных заведений. И наша задача состоит в том, чтобы в первую очередь рассказать ребятам о том, что существует такой способ занятости, временной занятости. И когда молодой человек выезжает за пределы автономного округа, наш ямальский молодой человек может вступить в отряд того вуза, где он обучается уже за пределами автономного округа, и таким образом повысить свой материальный уровень, так скажем. И особый момент – это как раз по празднованию в этом году, что у нас планируется. Конечно, у нас масштабные мероприятия были и в прошлом году, и большим достижением, я считаю, то, что было выявлено 119 ветеранов, которые проживают на территории нашего автономного округа. В этом году мы планируем также работу с ветеранами. В рамках празднования дня российских студенческих отрядов состоится окружной флешмоб «Куртки зеленые», окружная акция «Путешествие Целинки». Во всех среднеспециальных учебных заведениях будут показаны агитационные ролики. Ребятам будет рассказано о направлениях, в которых они могут поработать. То есть у студенческих отрядов сейчас очень много направлений, начиная от проводников, заканчивая педагогами. Это медицинские отряды, сельскохозяйственные отряды. То есть мы рассказываем ребятам о тех возможностях, которые мы им можем предоставить. Конечно же, особое направление – это поздравления руководителей предприятий, которые принимают студенческие отряды. Ну а подробнее об этих мероприятиях, которые планируются в этом году, расскажет Андрей Александрович Нестеров, директор нашего учреждения, Молодежный центр технологии занятости. Действительно, наше учреждение активно работает в направлении развития студенческого отрядного движения. В прошедшем году мы подписали со всеми среднеспециальными учебными заведениями нашего округа соглашение о сотрудничестве в развитии вот этого отрядного движения. Получается у всех по-разному. Есть активисты, есть фавориты. Муравленко мы можем отметить. В прошедшем году очень хорошо отработали и создали отряды, ребята сплоченные. В этом году мы продолжаем эту работу. Мы уже съездили, наши специалисты были в многих СУЗах, снова встречались со студентами, рассказывали об этом направлении, об этом движении. Движение растет и крепнет. Есть такие цифры. За годы существования отрядного движения более 18 миллионов человек приняли участие в этой всероссийской масштабной общественной организации. Та организация, которая существует сегодня, на сегодняшний день, это, скажем так, второе рождение той славной советской организации, которая была в свое время. Они взяли самые лучшие и продолжают самые лучшие традиции этого движения. Это касается как и подготовки к работе, к целению, отношения к работе, отношения к традициям, передачи этих традиций. Замечательные есть всероссийские мероприятия, форумы, съезды, творческие фестивали проходят, на которых старшее поколение общается с уже нынешним поколением молодым и передает, рассказывает, как было в их время. И сейчас в эти дни также точно встречаются ветераны с молодежью, ветераны этого отрядного движения. Хотя, что интересно, среди них есть и довольно молодые люди, но, тем не менее, они уже работали, они отработали на целение неоднократно, возможно, и рассказывают об этом, вспоминают с очень большим теплом всегда об этой своей работе, об этой вехе своей жизни. И наше учреждение работает над этим, чтобы как можно больше ямальцев, не только которые проживают у нас на территории автономного округа, но и за пределами Санкт-Петербурга активно, мы с представительством нашим в Санкт-Петербурге, в Кургане встречаемся, в Тюмени, везде, где есть наши студенты, мы стараемся рассказать им об этом замечательном движении, с тем, чтобы они принимали активное участие в нем. Ну и если вернуться к празднованию, то действительно, Светлана Григорьевна уже упомянула, хочу сказать о Целинке несколько, о путешествии Целинки, что это такое. Целинка, если вы можете видеть ее наглядно, это форма одежды бойцов студенческих отрядов. Мы создали такую цепочку, чтобы все наши муниципалитеты приняли участие, те муниципалитеты, где есть ветераны, они начнут буквально завтра с нового рингоя, там встреча с ветеранами отрядного движения, они оставят свои пожелания прямо на этой Целинке надписи, и эта Целинка будет путешествовать из муниципалитета в муниципалитет в течение одного месяца и закончит свое движение в ноябрьске в дни проведения школы командиров и комиссаров, окружной школы. Там будет встреча этой Целинки торжественная и передача ее, так сказать, молодому поколению, новым командирам, новым комиссарам, которых мы стараемся воспитывать вот в своей работе. А подробнее о праздновании 17-го, конкретно 17-го февраля, что будет проходить у нас в стенах музейно-выставочного комплекса, я передаю стафету Евгению Борисовичу. Ну, собственно, приглашаем всех 17-го февраля в 15.00 в музейно-выставочный комплекс Семена Шмановского на второй этаж, актовый зал, где мы будем проводить очень, на наш взгляд, масштабное мероприятие, где будут задействованы больше 30 студентов, они же артисты, они же бойцы студенческих отрядов. Также к нам планируется прийти порядка 63 ветеранов, мы пригласили, из них уже часть подтвердила свое присутствие, часть пока еще в раздумьях. Поэтому приглашаем вас на это мероприятие, будем рады видеть, как раз будет финал окружного интернет-флешмоба «Куртки зеленые» пройдет именно в этом зале, но тоже не хочется открывать все секретики и все наши сюрпризы, которые мы приготовили, но там тоже состоится завершение этого флешмоба, поскольку все муниципалитеты уже подготовили видеоматериалы, и все ветераны спели уже легендарную песню студенческого строительного отряда «Вега», «Куртки зеленые», и там, собственно, состоится финал этой акции. Ну, также, опять же, сейчас расскажу все секреты. У нас ветераны тоже проявили творческую инициативу, тоже смогут выступить, у нас будет номер от ветеранов, чем мы очень рады, и прям вот очень по-теплому должна быть у нас атмосфера теплая в нашем зале. Ну, кроме Шимановского, да, во всех муниципалитетах, уже мы, наверное, говорили об этом, пройдут торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. Кроме этого, встречи с ветеранами пройдут, интернет-флешмоб, акция состоится, ну, и, собственно, агитационные встречи со студентами и ветеранами. Ну, вот, собственно, вот так у нас будет проходить празднование этого замечательного, но относительно государственного праздника. Мы, на самом деле, регулярно и периодически запускаем эту работу с тем, чтобы выявить... Мы прекрасно понимаем, что очень много людей старшего поколения, которые учились в вузах, участвовали и остались многие здесь после того, как приехали, поработали на Ямале, они участвовали в студенческом отрядном движении. Но выявить очень сложно, потому что это связано с персональными данными, мы запускаем это через работодатели, естественно, да, ну, и та информация, насколько она, как качественно ее отрабатывают, так она и к нам поступает. Пока на сегодняшний день, вот мы правдами и неправдами по всем муниципалитетам выявили через свои каналы, через органы власти, через муниципальные органы, самоуправления, вот пока цифра такая. Продолжаем эту работу и будем продолжать. Я думаю, что... Мне кажется, это самое, можно смело говорить о тысячах. Я полностью согласен. Более того, я думаю, что в следующем году, в юбилейном году, информационный контент будет более такой массированный, массированный, в связи с юбилейной датой, больше людей выявится. И мы с удовольствием их включим в некий такой наш свой ресурс и резерв с тем, чтобы персонально можно было поздравлять, как мы это делаем сейчас. Я еще разочетить добавлю, пользуясь случаем, как раз обращаемся ко всем ветеранам, которые есть в Ямал-Анинском автономном округе. Тем более, что в советский период студенческими отрядами было взято шефство над городом Новоуренгой. То есть, его можно сказать о том, что практически весь город построен студенческими строителями и отрядами. Обращаемся к вам. Есть группа ВКонтакте Ямальского регионального отделения. Там есть анкеты, просьба их заполнять, связываться с нами. Также группа ВКонтакте Молодежного центра технологий и занятости. Большущая просьба, обращайтесь. Здесь мы с удовольствием вас включим в наш список ветеранов и обязательно вас поздравим с этим замечательным праздником 17 февраля. 4.05.63 Хотела уточнить, а впервые такие акции проходят? В прошедшем году мы впервые запустили первую акцию. Флешмоб некий такой в стиле Манекен Челлендж. В нем активно у нас приняли студенты. Более 8.5 тысяч просмотров ролики, которые разместились у нас в группах, они получили. Поэтому такая традиция. Новые и новые идеи появляются и будут еще появляться. Здесь стоит отметить, что праздник достаточно молодой. И как таковых традиций празднования этого праздника еще нет. Поэтому мы вот здесь творческий полет и мысли не ограничен. Песни под гитару, наверное, можно только назвать такой традицией, которая будет поколениями передаваться. Как и песни, а какие песни есть? Ну, все верно вы говорите. И в том числе 17 февраля в Шимановского как раз вот прям классику студенческого отрядного движения выдадут у нас ветераны этого движения. Различие студенческих отрядов тогда и сейчас, возможно, что бы хотелось, какое бы хотелось бы перенять со временем студентом ряда? Знаете, что я хотела сказать, что студенческие отряды – это уникальное движение, потому что как нигде здесь переданы традиции. Понятно, что уровень проживания другой, да, там если мы 70-е, 80-е, то есть предоставлялось другое качество проживания и так далее. Сейчас это работодатели предоставляют более комфортные условия для ребят. Но те традиции, которые вот даже день ударного труда, да, когда заработную плату одного дня передавалась добровольно бойцом в общий фонд, и на эти средства совершались благотворительные дела, так скажем, акции. То есть это все… Вы знаете, когда мы попадаем на слет, всероссийские ежегодные, и видим, что ветераны и молодежь говорят на одном языке, потому что они понимают, для чего они это все делают. И уникальность этого движения в том, что отряд отработал, он не распадается. То есть в течение года у него еще очень много различных мероприятий, в которых они участвуют, да, в том числе и благотворительных, патриотических. И все это, можно сказать, с советских времен передано современной молодежи, и абсолютно все воспринимается хорошо. Те же парад знамен, да, у каждого отряда есть свое знамя, каждый отряд знает свою историю, записывает эту историю. В юбилейный год всеми отрядами было принято решение увековечить имена героев Советского Союза, которые проживали на их территории. То есть у нас каждый отряд с именем. Вот, поэтому говорить о том, что чем отличаются, вот мне сейчас это сложно сказать, чем отличаются. Понятно, что объемы работ другие, да, еще раз повторюсь, условия предоставления. А так сама идея и сама суть этого движения, она, в принципе, та же. Для экономики страны очень выгодно работать с отрядами, потому что это коллектив сплоченный. Работодатель понимает, что у этого коллектива есть командир, мастер, комиссар, который, так скажем, смотрит за ходом работы и так далее. Да, это дисциплина в первую очередь. И некоторые работодатели, например, они ежегодно приглашают одни и те же отряды. Светлана Григорьевна совершенно верно сказала, что сложно сказать, чем они различаются. Я могу добавить, я с уверенностью могу сказать, чем они схожи. Они, в первую очередь, все молоды, они все горят в своей идее, они готовы тратить свою энергию, силы на созидание будущего страны, будущего, не знаю, поселков и так далее. То есть это все молодые, амбициозные, первопроходцы. И я бы еще добавила, знаете, следующее, что все-таки в советские годы не было такого разнообразия направлений отрядов. Сейчас очень много, я уже об этом говорила, направлений, где ребята могут себя попробовать. Это сельскохозяйственные отряды, отряды проводников, медицинские отряды, отряды правопорядка, путинные отряды сейчас становятся очень популярными, хотя они и в советские годы тоже были. Ну вот здесь вот можно, я думаю, сделать акцент, что сейчас больше направлений стало. Сервисные отряды очень популярны, их приглашают на различные международные мероприятия, где ребята участвуют в качестве помощников, так скажем, в проведении этих мероприятий.